Добрый вечер, вы смотрите прямой эфир на телеканале «Видное ТВ». Согласно старой дубопримете, чтобы наступающий год был в финансовом плане успешным, его нужно встречать без долгов. Сегодняшняя тема нашего эфира «В Новый год без налоговых долгов». А поможет нам разобраться во всех вопросах Анаит Галстян, заместитель начальника межрайона ФНС номер 14 по Московской области. Анаит, Владимир Владимировна, добрый вечер. Добрый вечер. Так, и подробнее об этой акции, которая проходит на территории нашего района уже не впервые, да, насколько я знаю? Да, эта акция проходит не впервые, она проходит уже третий год. Налоговая служба организовывает проведение мобильных офисов. Мобильные офисы будут располагаться 7 декабря и 21 декабря. 7 декабря будут располагаться налоговые мобильные офисы в торговом центре «Красный камень» по адресу город Видное, улица Березовая, дом 1. Акция будет продолжаться с 10 до 16 часов. А 21 декабря в торговом центре «Курс» по адресу город Видное, микрорайон Солнечный, дом 10. Эту акцию налоговая служба, наши специалисты помогут налогоплательщикам проверить информацию о наличии либо отсутствии задолженности. В случае наличия задолженности мы сможем распечатать налоговые уведомления и квитанции на оплату, проконсультироваться с инспекторами по вопросам налогообложения, заявить льготы налогоплательщиков, а также проконсультироваться по поводу введения в действие главы 32 налогового кодекса о налоге на имущество физических лиц, который будет действовать с 1 января 2015 года начисление по налогу. Анна Илья Владимировна, для физических лиц, да? Да, для физических лиц. Эта акция только для физических лиц. Также она будет проходить на базе предприятий «Мегапак», предприятий «Сантехкомплект» и в администрации Ленинского муниципального района, в Доме культуры. Эта акция будет проходить 14 декабря, поэтому мы приглашаем всех желающих, потому что мы понимаем, что люди работают, и специально для этого служба организовывает проведение таких мобильных офисов. А не будет продление, вот, к примеру, да, когда будет проходить в администрации в Доме культуры? Чтобы вот удобнее после работы рабочего дня? 14 декабря она будет проходить с 10 до 19.00, поэтому люди могут также подойти в обеденное время, проконсультироваться, и также мы сможем распечатывать налоговые уведомления и платежные документы на уплату имущественных налогов. А в этом году есть какие-то изменения этой акции? Что-то новое? В этом году есть изменения такие, что службы пропагандируют личный кабинет налогоплательщика, вот, это очень удобный сервис, который позволяет налогоплательщикам воспользоваться такими услугами, как видеть все свои налоговые обязательства, все свое движимое и недвижимое имущество, за которым начисляются налоги. Также налогоплательщик может подать заявление о зачете, возврате сумм налога, оплатить налог непосредственно через Сбербанк онлайн, либо через тот банк, у которого у налогоплательщика есть платежная карта. Также можно подать декларацию по форме 3 НДФЛ, если у налогоплательщика есть такая обязанность. Обязанность у нас, хочется тоже об этом сказать, что существует в таких случаях, когда налогоплательщики продают движимое или недвижимое имущество, которое у них находится в собственности менее трех лет, они обязаны до 30 апреля года следующего за отчуждением имущества подать налоговую инспекцию налоговую декларацию и отобразить там сумму налога, подлежащую к уплате в бюджет. В мобильных офисах вы даете подробную информацию, да? Да, мы даем подробную информацию, потому что налогоплательщики не успевают за тем, как меняется налоговое законодательство в этом году при начислениях налогов изменилась очень сильно налогооблагаемая база по земельному налогу, также у нас возросли ставки по налогу на имущество и по транспортному налогу за дорогостоящие автомобили. Поэтому, когда налогоплательщикам распечатывается налоговое уведомление, ему дается подробный анализ этого уведомления и корректируются те суммы, которые указаны в налоговом уведомлении. Ну, давайте перейдем все-таки к теме имущественного налога, да? Какие сроки уплаты за 2014 год по имуществу? То есть, до какого-то определенного срока? До определенного срока, да. Как раз срок уже наступил, срок был 1 октября этого года, срок этот единый. И если в прошлом году эти сроки были разные, то в этом году Федеральная налоговая служба и закон Московской области, закон Российской Федерации говорит о том, что и по налогу на имущество, и по транспортному налогу, и земельному налогу срок уплаты 1 октября 2015 года. Это прописано в налоговом кодексе, а также это прописано в законе о налоге на имущество физических лиц. Поэтому, как по старинке, да, все привыкли, что у нас уже ноябрь месяц срок уплаты. Хочется людям еще раз уведомить о том, что срок уплаты все-таки 1 октября. И те налогоплательщики, которые еще не исполнили свою обязанность перед бюджетом, мы призываем к исполнению обязанностей. И какие будут действия с этими налогоплательщиками? Действия будут все в рамках правового поля. Те налогоплательщики, которые своевременно не оплатили сумму налога, подлежащую к уплате в бюджет, в рамках 57-го статьи Налогового кодекса, за каждый день просрочки начисляется пеня. Уже в настоящее время срок уплаты наступил, и налоговая инспекция уже вставляет требования. Это следующая мера принудительного взыскания налога, требования об уплате налога. Порядка половины налогоплательщиков уже получили эти требования об уплате налога, уже реагируют каким-то либо образом. Половина налогоплательщиков в настоящее время не еще получают эти требования. Далее, если эти требования будут также не исполнены налогоплательщиками, то есть статья 48 Налогового кодекса, которая говорит о том, что налоговая инспекция подготавливает пакет документов для принудительного взыскания, для выдачи судебного приказа в суд. И когда уже суд издает судебный приказ, мы материалы в случае непогашения задолженности, мы материалы передаем в службу судебных приставов. А у судебного пристава, согласно закону об исполнительном производстве, есть широкие полномочия, такие как наложить арест на имущество налогоплательщика, наложить запрет выезда налогоплательщика из территории Российской Федерации. Поэтому такие акции, как в Новый год без налоговых долгов, они именно призваны к тому, чтобы не применять вот эти меры, крайние меры, так сказать, принудительного взыскания, недоимки, а все-таки побудить налогоплательщиков самостоятельно исполнить свою обязанность перед бюджетом. Хорошо, спасибо. Анает Владимировна, давайте говорим о порядке уплаты имущественного налога. Порядок уплаты имущественного налога, он заключается таким образом, что налогоплательщик, который получил налоговое уведомление, он обязан уплатить сумму налога. Получив налоговое уведомление по налогу на имущество, например, если у налогоплательщика один объект налогообложения, то он, соответственно, получит одно уведомление. А если у него есть два объекта в разных субъектах Российской Федерации, разных муниципальных образований, если говорить конкретнее, то у него будет два налоговых уведомления. Еще хочется отметить то, что если у вас, например, в одном муниципальном образовании несколько объектов недвижимого имущества, то стоимость суммарная, она суммируется, потому что очень много налогоплательщиков задают вопросы, что некорректно налоговая инспекция применяет ставку по налогу на имущество. Хочется разъяснить, что ставка суммируется. Если у вас три, например, объекта недвижимости с разной инвентаризационной стоимостью, то они суммируются, и согласно суммарной стоимости определяется уже ставка налога к уплате в бюджет. А если в уведомлении некорректные сведения? В уведомлении, если некорректные сведения, к налоговому уведомлению также направляется заявление налогоплательщика об уточнении сведения. Налогоплательщику необходимо заполнить. Одно дело, у него объект отчужден, например. Соответственно, необходимо об этом сообщить, чтобы мы в рамках информационного взаимодействия сделали запрос в регистрационную палату. Одно дело, он не согласен с кадастровой стоимостью. То мы направляем запрос в кадастровую палату, или мы поднимаем нормативно-правовую базу, это постановление 560 РМ, которые, соответственно, они опубликованы в общем доступе, и с ними можно ознакомиться, и делаем ссылку на эти постановления, и уведомляем налогоплательщику, что нет, кадастровая стоимость корректная, налог рассчитан верно. Если налогоплательщик не согласен уже с кадастровой стоимостью, то мы предлагаем обратиться непосредственно в органы кадастрового учета для переоценки кадастровой стоимости. Как раз вот наша телезрительница Вероника задает вопрос, как можно узнать, с какого именно имущества взымается налог? Налог взымается с недвижимого имущества. Недвижимое имущество у нас прозумевает дома, квартиры, комнаты, гаражи, дачи, жилые и нежилые помещения. То есть это же как-то обозначается, например, перейдем к личному кабинету, преимущество этого личного кабинета. То есть там идет вся информация? Там идет подробно, да? Совершенно верно. Там идет вся подробная информация. Плюс личного кабинета заключается в том, что налогоплательщику не надо приезжать в налоговую инспекцию, тратить свое личное время, потому что налогоплательщики работающие, хотя мы и работаем вторник, четверг с 6 до 8, у нас ненормированный рабочий день, но тем не менее не всем удобно приехать. Плюс не надо приезжать в налоговую инспекцию, можно непосредственно обратиться. обратиться и получить ответ в 20-дневный срок. Если в 59-м ФЗ срок ответа на обращение это 30 дней, то по личному кабинету мы отвечаем в течение 20 дней. Плюс в том, что можно подать заявление на зачет и возврат. Плюс в том, что можно оплатить налоги также не выходя из дома. Подать налоговую декларацию, как я уже говорила. Это через мобильный банк, да, не выходя из дома? Да, через мобильный банк. И, конечно же, плюс в том, что налогоплательщик видит все свои объекты, порой не видит, порой эти сведения, например, к нам не приходят в рамках информозаимодействия. Но также, если они вдруг не приходят к нам в рамках информозаимодействия, то налогоплательщик нас об этом уведомляет по форме, которая разработана Федеральная налоговая служба. И мы уже делаем запросы в Росреестр для получения этих сведений из регистрирующих органов. Так вот, если, да, действительно возникнут сложности с тем, что не пришло уведомление, да, что налогоплательщик заплатил, да, за имущество. То есть и какие сроки вообще, когда появляется информация? В личном кабинете? В личном кабинете, да. Она появляется практически сразу, как только начислен налог в течение недели, да. Вот хочется уведомить налогоплательщиков, что когда они только подключаются к личному кабинету, а подключиться можно таким образом, можно прийти в любой налоговый орган, вне зависимости от места жительства, необходим только паспорт и ИНН налогоплательщика. Вот когда они получают свой пароль и логин, они должны знать, что они вот не сейчас сразу зашли и все свои данные получили. Это технологический процесс, он занимает порядка недели, чтобы данные отобразились в личном кабинете. Многие налогоплательщики переживают, что вот они входят и не видят своих объектов. В карточке подключения к личному кабинету налогоплательщика там указано, что в принципе данные отображаются в течение 5-7 рабочих дней. Объясните, пожалуйста, как пользоваться личным кабинетом? У меня возникли сложности, Инна Васильевна. Как пользоваться личным кабинетом? На сайте налог.ру есть вкладка «Все сервисы налоговой службы». В этом сервисе также в личном кабинет необходимо зайти, там есть подробная инструкция, как именно пользоваться этим личным кабинетом. Там есть вкладки «Начисленные суммы», «Уплаченные суммы», есть вкладки, когда только заходит налогоплательщик в личный кабинет, согласны ли вы с объектами, которые отображены у вас в личном кабинете. Если вы не согласны, пишите «Нет», то сразу выплывает окно, что обратиться в налоговый орган. Вы выбираете, в какой налоговый орган вам необходимо обратиться, пишите нам заявление, а может, соответственно, отрабатываем это заявление. В каком порядке налоговыми органами обрабатываются обращения граждан с помощью заявления? В каком порядке они обрабатывают, согласно 59 ФЗ, в месячный срок порядок такой, смотри, какая специфика. Если налогоплательщик пишет о том, что у него есть льгота, он заявляет свою льготу, то, соответственно, ему делается перерасчет и направляется ему информационное сообщение о том, что вам сделан перерасчет, сумма налога сторнирована, спасибо за взаимодействие налоговым органам. Это в том случае, если льгота стопроцентная. Если эта льгота, соответственно, 50% или та льгота, которая установлена решениями Совета депутатов, то мы ее вводим, делаем налогоплательщику перерасчет, устанавливаем новый срок уплаты, потому что многие налогоплательщики говорят, вот мы заявили, а мы будем еще платить пене, пене вы платить не будете, потому что там будет стоять новый срок уплаты плюс 30 дней с момента получения налогового уведомления. Вот, это одна стезя. Если вдруг в заявлении указано о том, что объект отчужден, а до сих пор он в налоговом уведомлении фигурирует, то, соответственно, мы направляем запрос в регистрационную палату. Иногда бывают такие обращения, которые по долям, например, доля неправильно указана. Также мы направляем обращения, получаем данные, корректируем их. Многие налогоплательщики, например, в личном кабинете отображается также протяженность объекта, площадь. Она сама на налогообложение не влияет, но это характеристики, характеризующие объекты недвижимого имущества. Поэтому они обращаются, мы, соответственно, корректируем эти данные и подготавливаем ответ. Что делать, если приходит ошибочное налоговое уведомление указан неверный адрес или перечень имущества? Что делать? Обязательно обратиться в налоговый орган. Обязательно. Потому что многие налогоплательщики, получив налоговое уведомление, видев, что они некорректны, говорят о том, что оно уже неправильно, я его оплачивать не буду. Но если вы не будете обращаться в налоговый орган, мы никогда не узнаем о том, что оно некорректно. Потому что налоговая инспекция является таким же пользователем этой информации, как и любой налогоплательщик. Все данные нам поступают из регистрирующих либо профильных органов, и мы являемся пользователем этой информации. Обратиться можно разными способами. Можно прийти в налоговую инспекцию. Как я уже озвучивала, мы работаем вторник-четверг до восьми. Первую и третью субботу каждого месяца мы работаем с десяти до трех. Также мы проводим вот такие мобильные офисы и мобильные встречи. Недавно, вот буквально в конце сентября, мы во всех поселениях, в администрациях проводили совещание с налогоплательщиками. Также можно было подать такое заявление. Если нет возможности приехать в налоговую инспекцию, можно по почте отправить это заявление. Или подключиться в любой инспекции к личному кабинету и уже непосредственно обратиться через личный кабинет в налоговую инспекцию. А если все-таки налогоплательщик, вот это ошибочные эти данные и взял и оплатил, можно ли вернуть средства? Да. Он оплачивает, но при этом пишет нам заявление, что есть ряд объектов, которые его, а ряд объектов, которые ему не принадлежат. Мы делаем перерасчет и ту сумму налога, которая у него в переплате, он по заявлению либо может вернуть на счет свой, либо может зачесть счет будущего платежа. А если налог не исчисляется налоговым органом в связи с отсутствием информации о находящемся в собственности физического лица, недвижимом имуществе или транспортном средстве? Если налог не исчисляется, то налогоплательщику с 1 января 2015 года введена новая ответственность, так сказать, физических лиц. И изменена 23 статья налогового кодекса, это обязанности налогоплательщиков. Эта статья говорит о том, что с 1 января 2015 года по 31 декабря 2016 года налогоплательщики, если они получают налоговое уведомление с теми объектами, которые у них находятся в собственности, они обязаны подать сообщение по форме утвержденной Федеральной налоговой службы в налоговый орган по месту своего учета, либо по месту нахождения объекта недвижимого имущества. Дабы, чтобы мы истребовали эти данные с регистрирующих органов и в дальнейшем налогоплательщику исчисляли этот налог. В случае, если до 31 декабря налогоплательщики этого сделано не будет, а налоговый орган потом получит эти сведения в рамках информационного взаимодействия, мы с 1 января 2017 года будем начислять не только налог, а также уже сразу же налогово-штрафные санкции, которые будут составлять 20% от суммы налога. Поэтому мы призываем и побуждаем налогоплательщиков заявлять о тех объектах, которые у них находятся в собственности, но налог по каким-то причинам они не получают. Налоговое уведомление. А есть ли какие-то льготные категории граждан? Решениями Совета депутатов по Ленинскому району у нас 7 поселений, соответственно 14 решений Совета депутатов по земельному налогу и налогу на имущество. Утвержден перечень льготных категорий граждан, это порядка больше 20 льгот, я так скажу. Основные льготы, конечно, они прописаны в федеральном законе, это и инвалиды, и ветераны, и малоимущие семьи, и многодетные семьи. Но вот новая категория граждан, это пенсионеры по земельному налогу и инвалида третьей группы. Ни для кого не секрет, что за 14-й год земельный налог, он возрос в разы, сыграло и повышение кадастровой стоимости, и увеличение ставок по земельному налогу, и Советы депутатов приняли корректирующее решение о том, чтобы установить с 1 января 2014 года льготу этим категориям граждан. Поэтому если вы вдруг, вот вы сейчас слышите и видите этот эфир, если у вас есть такая льгота, вы до сих пор не заплатили земельный налог, то заявите эту льготу в налоговую инспекцию, и мы, соответственно, сделаем перерасчет, потому что законодатель в ряде поселений полностью освободил налогоплательщиков от уплаты налога. А как рассчитать, от чего зависит сумма имущественного налога? Она зависит от тех характеристик, которые определяются органами инвентаризационного учета. То ли это квартира, то ли это дом, или это дача, или это какой-то гараж, для нежилого помещения. Там есть ряд характеристик, которые необходимо учитывать при определении инвентаризационной стоимости. Они утверждены постановлением правительства Московской области, ими руководствуются органы БТИ. Переход к налогообложению земель, принадлежащих физическим лицам по актуализированной катастрофой стоимости. Что это такое? Может, расскажите нам поподробнее? Да, я расскажу об этом поподробнее. Согласно закону Московской области и плану мероприятия, утвержденному правительством Московской области, с 1 января 2014 года была переоценена кадастровая стоимость по всем землям, в принципе, по всем категориям земель и видам разрешенного использования. На официальном сайте Министерства экологии и природопользования Московской области есть следующее распоряжение. Их зачитаю, потому что многие налогоплательщики задают эти вопросы и в тех обращениях, которые они направляют в налоговую инспекцию. Если им интересно, они могут зайти на этот сайт в Министерстве экологии и природопользования, и там опубликованы эти распоряжения. Распоряжение 26 ноября 2013 года, 562 РМ, 563 РМ, 564 РМ, 565 РМ. И от 27 ноября 2013 года, 566 РМ и 567 РМ. Они так и звучат, что утверждение результатов государственной кадастровой оценки земельных участков в составе уже определенной категории видов разрешенного использования. Эти результаты оценки, они как раз поступили в налоговую инспекцию в течение 2014 года, и при исчислении земельного налога за 2014 год они уже были нами использованы. Но, как я уже говорил о том, что если вдруг налогоплательщик получил налоговое уведомление, видит, что кадастровая стоимость по его мнению завышена, то необходимо сделать независимую оценку и обратиться в органы кадастрового учета для перерасчета кадастровой стоимости. Как только у налогоплательщика будет документ, подтверждающий другую стоимость, сниженную, утвержденную уже, эти данные необходимо представить в налоговую инспекцию, а мы уже затребуем эти данные непосредственно с кадастровой палаты. А каков порядок расчета налога на имущество физических лиц на основе кадастровой стоимости? На основе кадастровой стоимости мы будем начислять налог на имущество физических лиц с 1 января 2015 года. Эти расчеты, которые мы будем осуществлять в 2016 году, перечень льготной категории остаются прежним, законодатель оставил прежним льготной категории. Единственное, что если раньше пенсионеры были полностью освобождены от уплаты налога, то сейчас устанавливаются льготы в отношении одного объекта. Если, например, у пенсионера одна квартира, одна дача и один гараж, то он не будет, конечно, платить налог на имущество, потому что это разные категории объектов недвижимости, и он будет освобожден. Если у налогоплательщика, который пенсионного возраста, два или три объекта одной характеристики, например, квартиры, то он сам выбирает тот объект, по которому необходимо неисчисление. Если вдруг он не выбирает и не пишет такое заявление в налоговую инспекцию, то тогда налоговый орган самостоятельно выбирает объект с наиболее высшей кадастровой оценкой, он освобождается на другие объекты, соответственно, начисляется налог. Но при определении налоговой базы будут применяться вычеты, такие как, например, в отношении комнаты минусуются 10 квадратных метров, в отношении дома 50 квадратных метров, в отношении квартиры 20 квадратных метров. То есть, если квартира составляет 40 квадратных метров, то налогоплательщик будет платить только за 20 квадратных метров. Налоговую базу мы еще не всю получили с органов Росреестра. Сейчас у нас ведется работа как раз по поступлению этих данных и обработке этих данных. Поэтому более подробно, более конкретно, потому что многие налогоплательщики переживают, что очень сильно увеличится налог. В принципе, мы проводили такой анализ небольшой, как таковой налог не очень увеличится, потому что сейчас существуют другие ставки по уплате налога на имущество, но они от инвентаризационной стоимости. А тут будет стоимость уже кадастровой. Ставки будут 0,1. Это для квартир. И некоторые поселения установили 0,3. Это для дачи и домов, которые в собственности находятся. Как рассчитать инвентаризационную стоимость? Кадастровую стоимость. Кадастровую стоимость можно рассчитать таким образом. В свидетельстве о праве собственности указан кадастровый номер. Если вы заходите на сайт налог.ру, там есть вкладка, как рассчитать налог на имущество по кадастровой стоимости. Вы заходите в эту вкладку, набираете ваш кадастровый номер, и там высвечивается кадастровая стоимость. И если у вас собственность и квартира, то, соответственно, согласно решению Совета депутатов, там ставка 0,1%. Вы умножаете эту кадастровую стоимость на 0,1% и получается налог за 2015 год. А вопрос от телезрителей. Как платится транспортный налог? И как проверить, есть ли задолженность? Платится транспортный налог согласно количеству лошадиных сил в паспорте технического средства. Там, соответственно, тоже есть своя градация. Транспортный налог, он областной налог, он утвержден согласно закону Московской области о транспортном налоге. С 2014 года по дорогостоящим автомобилям, которые стоимостью свыше 3 миллионов рублей, повышающие коэффициенты применяются. Соответственно, как узнать, есть такой сервис, также на сайте налог.ру «Узнай свою задолженность». Если вы в него зайдете, наберете ваш ННН, то будет отображаться, есть у вас задолженность или нет. Соответственно, если у вас есть задолженность, а вы, например, заплатили налог, такое тоже происходит, что, например, налогоплательщики оплачивают налог, сегодня заходят в личный кабинет, завтра видят, что оплаты нет. Переживать не надо, как правило, платежи в течение недели, 10 дней, они отображаются, поднимаются на федеральный уровень, на уровень личного кабинета, и по истечении недели, 10 дней, вы уже будете эти данные видеть в личном кабинете. А если вы оплатили налог, но прошло и 10 дней, и платежного документа нет, то может такое получиться, что ваш платеж попал на невыясненное поступление. Поэтому лучше тогда обратиться в налоговый орган и сказать, что вы оплатили налог, но почему-то его нет в личном кабинете. И мы, соответственно, уточним этот платеж и отобразим в карточке расчетов с бюджетом. А часто такие жалобы, что несвоевременно приходят уведомления в личный кабинет, обращаются к вам? У нас больше жалоб, что уведомления не доставляются почтальонами, потому что район у нас увеличился, увеличился в разы. К сожалению, есть объекты, которые труднодоступны для почтальонов, и получается так, что налогоплательщики там зарегистрированы по месту жительства, и они не получают эти налоговые уведомления. Поэтому мы говорим о том, что необходимо узнавать свою задолженность, необходимо подключаться к личному кабинету именно для самого налогоплательщика. Потому что такое, как правило, существует, то, что мы отправляем налоговые уведомления, у нас есть реестр, подтверждающий отправку, а налогоплательщик по каким-то причинам, независимо от налоговой инспекции, он не получил это налоговое уведомление. Поэтому необходимо тогда самим лично обращаться в налоговую инспекцию, если налогоплательщики категорически не хотят к личному кабинету подключаться. Тогда необходимо только личное обращение именно в ту инспекцию, где находится недвижимое имущество. Не в инспекцию по месту жительства, а в ту инспекцию, где находится объект недвижимого имущества. И еще такой один вопрос. Вопросы телезрители за получением реквизитов, реквизитов к доступу в личный кабинет, где можно получить, в какой инспекции. То есть в любой, да, как вы сказали? Да, в любой инспекции. Необходимо только паспорт и ННН. То есть не по месту прописки? Нет, не по месту прописки. В любые органы вы приходите налоговые, и они обязаны вас подключить. Объясните, пожалуйста, что такое восстановительная стоимость основных средств? Восстановительная стоимость основных средств Она, конечно, к физическим лицам Не очень применяется Она применяется к юридическим лицам Это вопросы, я так понимаю, телезрителей Но она применяется К юридическим лицам Восстановительная стоимость Это в разрезе налога на добавленную стоимость Если этому налогоплательщику Интересно, то можно записать Рабочий телефон мой Я его сейчас продиктую Он мне наберет И тогда я более подробно расскажу Это 8495-541-0531 Набирайте тогда Соответственно, мы разъясним И я могу сказать еще такое Что иногда бывает так, что налогоплательщики Приходят на прием вниз К инспекторам И не могут какой-то вопрос решить Как правило, всегда руководство инспекции Мы на месте И мы принимаем налогоплательщика Просто снизу нужно обратиться в секретариат И мы сами принимаем налогоплательщиков И вот эти жалобные ситуации Стрессовые ситуации для налогоплательщиков Мы снимаем Потому что мы понимаем, что Да, бывает такое, что налоговедомления Некорректные Бывает такое, что данные Несвоевременно выгружаются Все-таки это новый сервис Который только недавно Всего лишь год он начал работу Технические проблемы встречаются Но тем не менее Кто пользуется этим сервисом Как правило, все очень довольны Еще только вопрос Как проверить задолженность по налогам Перед выездом за границу Как проверить задолженность по налогам И за какой срок, наверное, да? Да, смотрите Проверить можно через сайт Узнать свою задолженность Также у судебных приставов Тоже есть сайт Который можно зайти и проверить Есть у вас там задолженность или нет Вот можно зайти на сайт судебных приставов И там тоже посмотреть Потому что если вдруг задолженность Уже у судебных приставов И это задолженность Которая свыше 10 тысяч рублей То может быть вероятность Уже отправлены материалы На запрет выезда из Российской Федерации То есть запрет выезд Это если больше 10 тысяч рублей Да Уже все запрещено Ну, судебные приставы, да Рассматривают такие ситуации Что направляют По особым неплательщикам, так сказать Такой вопрос Какие налоги и взносы Должен платить индивидуальный предприниматель В течение года? У индивидуального предпринимателя Может быть несколько систем налогообложения Поэтому в зависимости от выбранной системы налогообложения Будет зависеть и период Предоставления отчетности Если это общий режим налогообложения Или единый налог на вмененный доход То нужно отчитываться ежеквартально Если это упрощенная система налогообложения Или патентная система налогообложения На патентную систему налогообложения Налогоплательщик подает один раз заявление За 10 дней до налогового периода Или того времени, когда он будет осуществлять деятельность И он выдается на определенный период И все, вот только этот документ, и больше отчетности предоставлять не нужно. А по упрощенной системе налогообложения раз в год, не позднее 30 апреля, подается отчетность налогового органа. Ну давайте вернемся к основной теме нашего сегодняшнего эфира. О мобильных офисах. Скажите, пожалуйста, если у кого-то есть все-таки личный кабинет, стоит ли ему приходить в мобильный офис? То есть, чтобы, наверное, проверить данные точные. Да, можно просто прийти и проверить данные, потому что не все данные своевременно выгружаются. Сейчас как раз служба проводит технические работы по нормализации баз данных, которые выгружаются в личный кабинет. Если платильщики оплатили сумму налога, а в личном кабинете ее не видят, лучше обратиться, когда будут мобильные офисы. Когда уже будет заканчиваться эфир, я еще раз обозначу эти даты. Ну у нас, да, остается немного времени, так что можно вернуться. Потому что это очень важная информация. Служба делает все для того, чтобы все-таки быть лицом к налогоплательщикам. Значит, 7 декабря и 21 декабря. 7 декабря в торговом центре «Красный камень». 21 декабря в торговом центре «Курс». Также будет эта акция 14 декабря в Доме культуры, в администрации Ленинского муниципального района. Поэтому мы призываем всех налогоплательщиков прийти все-таки на эту акцию и воспользоваться теми услугами, которые предоставляет Федеральная налоговая служба. То есть она не будет продлена? То есть это до 14 декабря, да, последний день? 21 декабря, а последний день. Последний день. Да. А так только придется приходить в налоговую инспекцию лично в те дни, когда инспекция работает, соответственно. То есть здесь все сделано для удобства? Для удобства, да, для налогоплательщиков. Также они смогут не только узнать о наличии или отсутствии задолженности, но также подать заявление и на льготу, и на перерасчет, и на те объекты, которые отсутствуют в базе данных инспекции. Это только по городу Видное? Получается, не в каких поселениях? Нет, это по Ленинскому. Акция будет проходить только по городу Видное, потому что в сентябре месяце мы такую акцию уже проводили во всех поселениях. А, уже проводилась. Мы уже проводили такую акцию, но эта акция называлась «По уплате имущественных налогов». Тогда еще сроки уплаты не наступили, и именно мы проводили разъяснительные акции, потому что у налогоплательщиков было очень много вопросов по увеличению сумм налогов к уплате в бюджет. То есть в декабре это не планируется? Нет, в декабре пока мы этого не планируем. Мы планируем это уже непосредственно в 2016 году, когда увидим уже, если по требованиям не будут исполнены обязанности налогоплательщиков, то те списки, которые мы сформируем, мы передадим их в администрацию тех поселений, где эти налогоплательщики имеют объекты недвижимого имущества. И уже администрация, согласно плану правительства Московской области Габдар-Ахманова, будет приглашать их уже на комиссии по мобилизации доходов в бюджет, где мы также будем присутствовать. Анна Иса Владимировна, спасибо большое, что пришли сегодня к нам в студию. Спасибо, что пригласили. Всего доброго, до свидания. До свидания.